Я, так же, как и Данила Александрович, социолог, но я немного другой социолог, я просто методологически уточню, потому что Данила Александрович больше остановился на количественных исследованиях, связанных с медициной, а я занимаюсь скорее исследованиями в качественной парадигме, то есть это те исследования, которые основываются на данных интервью, и, собственно, вот исследовательский проект, часть которого я сейчас представляю, связан с попыткой не измерить, насколько где-то у нас представлена доказательная медицина, а с попыткой понять, как, собственно, у нас разные действующие лица, врачи, пациенты, люди, которые развивают какие-то медиапроекты в России, понимают, что такое доказательная медицина, какие у них есть барьеры и ресурсы для того, чтобы применять данные клинических исследований в своей практике, да, будь то практика, опять же, журналиста или практика врача. И, собственно, это такой довольно критический подход. Я просто заранее, возможно, отреагирую на вопрос о том, зачем это врачам, потому что действительно меня, как исследователя, в первую очередь интересует покопаться и решить какие-то свои головоломки, какие-то вопросы, которые я перед собой ставлю. Но мне кажется, что это может быть важным, потому что позволяет обозначить и поставить какие-то вопросы, которые существуют, которые, может быть, не всегда видны изнутри. И, может быть, предложить какой-то другой способ думать об этих вопросах, потому что, собственно, социология медицины, она этим и занимается, она ищет какие-то модели, пытается понять, как распространение, в данном случае парадигмы доказательной медицины, связано с состоянием медицинской профессии в России или с организацией медицинской помощи, что способствует, что препятствует. То есть я не претендую на то, что я дам какие-то ответы, но, может быть, расскажу что-нибудь интересное и что-то, что послужит пищей для размышления. Собственно, если про структуру презентации, я, во-первых, кратко остановлюсь на социологическом подходе к доказательной медицине. Я просто допускаю, что он может немного отличаться от медицинского, собственно, да, поскольку медицинского не знаю, но на всякий случай кратко расскажу про социологический, чтобы было понятно, та площадка, с которой я стартую. Расскажу о том, как в социальных исследованиях вообще говорят о доказательной медицине в России, потому что уже есть какое-то количество социологических работ по этому поводу, о том, насколько успешно, неуспешно доказательная медицина применяется в клинической практике с социальной точки зрения. А потом кратко, опять-таки, расскажу о своем собственном исследовательском проекте. Но я даже могу сказать, что это не мой собственный исследовательский проект, это, в общем-то, часть большого исследовательского проекта междисциплинарного поддержанного РНФ. Ну, вот, в частности, моя часть связана с тем, чтобы как раз изучить, как у нас доказательная медицина, результаты клинических исследований воплощаются в практику. Потому что, да, с одной стороны, у нас это вся прекрасная история про лаборатории в уровне доказательности и рекомендации, но мы понимаем, что когда это связывается с реальностью, с реальными условиями, с реальными пациентами или с реальной аудиторией медиа, если мы говорим о доказательной медицине в медиа, то жизнь вносит свои поправки. И я как раз изучаю вот это столкновение между знанием и тем, что у нас происходит в действительности. Еще один, может быть, небольшой дисклеймер. Большую часть, наверное, эмпирической работы, которая у меня сейчас проделана, она связана с врачами и с тем, как врачи применяют в своей практике принципы доказательной медицины, да, и как они по-разному интерпретируют. Возможно, какие есть ограничения. Часть проекта, которая связана, собственно, с медиа и с дискуссией о доказательной медицине в медиа, у меня в таком зачаточном стадии, я бы сказала, что это пилотный проект. Поэтому моя презентация будет посвящена, наверное, такому вот сравнению как раз врачебного взгляда и врачебной ситуации в связи с доказательной медициной и медиа. Ну, возможно, это будет полезно, потому что, как первый спикер, можно сказать, упомянула, можно назвать видео спикером, но, в общем, как в первом докладе было упомянуто, есть, конечно, ну, проблематизируется какой-то разрыв, потому что со стороны врачей, когда берешь интервью с врачами, проблематизируется, что вот у нас есть интернет, он довольно ужасный, и люди приносят оттуда какую-то ужасную информацию, которая им мешает хорошо лечиться. А с другой стороны, когда проводишь интервью с медицинскими журналистами, медицинские журналисты как раз проблематизируют, что вот в условиях российских государственных медицинских учреждений не всегда возможно получить ту помощь, которая бы соответствовала самым высоким стандартам заказательности по разным причинам. То есть, в общем, с двух сторон есть какие-то вопросы на этот счет, и, соответственно, вот я попытаюсь их параллельно рассмотреть и параллельно смотреть, что происходит с доказательной медицины, с применением доказательной медицины в обоих этих областях. Соответственно, про социологический подход к доказателям медицины. Я привожу здесь классическое определение Дэвида Сакета и коллег про то, что доказательная медицина – это разумное использование современных эмпирических данных для принятия решений относительно индивидуальных пациентов. Ну, собственно, как доказательную медицину, как это прекрасное определение у нас интерпретируют социологи. Ну, во-первых, что важно с социальной точки зрения для доказательной медицины – это то, что доказательная медицина позволяет сформировать некую иерархию знаний в медицине, да, простроить вот эту вот пирамиду, которая помогает врачам, на самом деле не только врачам, вообще медицинским работникам, тем, кто вообще вовлечен в сферу здорового хранения, принимать какие-то решения. Потому что классическая установка социологии медицины – то, что медицина – это супернеопределенная сфера, да, потому что там очень много разных акторов, там врачи, пациенты, страховые компании, каждый приходит со своими интересами, у каждого разные ресурсы, разные представления о должном и часто бывают разные ценности, да, например, что у врача ценность увеличить пациента, а у страховой компании может быть ценность сэкономить ресурсы. Соответственно, доказательная медицина позволяет снизить эту степень неопределенности, выстроить некую иерархию знаний и сказать на основании чего, на основании какого типа знаний врачу стоит принимать решения. Это, надо заметить, как бы такая позитивная сторона, но у нас уже есть какое-то количество социологических исследований, которые показывают, что, ну, на самом деле это далеко не всегда происходит. И что, когда у нас появляется доказательная медицина, на самом деле у нас увеличивается количество неопределенностей, потому что доказательная медицина вносит какие-то свои неопределенности, да, у нас нету какого-то одного универсального всемирного гайдлайна, к которому все могут следовать. У нас все время производятся новые исследования, исследования по разной методологии, есть дискуссия вообще о том, какие типы исследований являются наиболее достоверными, и, соответственно, на практике перед клиническими специалистами просто возникают новые неопределенности, уже связанные с доказательной медициной, и с необходимостью оценивать вот эти вот разные уровни степени доказательности, к каким рекомендациям следовать, и вообще как комбинировать разнообразные источники. Но, тем не менее, можно сказать, что в целом, по сравнению с картиной мира, где вообще нет доказательной медицины и новейших эмпирических данных, то доказательная медицина, конечно, снижает уровень неопределенности. Второй пункт — доказательная медицина значима для профессионального медицинского сообщества. Почему она значима? Потому что, опять-таки, классический тезис социологии и науки, о, господи, повторяю Данилу Александровичу, социология медицины связана с тем, что современная медицинская профессия сталкивается с большим количеством вызовов. Это вызовы, связанные с маркетизацией, с тем, что фармкомпании проникают как-то в сферу медицины и стараются влиять на то, как врачи принимают решения, и это ведет к тому, что пациенты меньше доверяют врачам, предполагают, что врачи каким-то образом представляют интересы фармкомпаний. Снижается авторитет врача, опять-таки, потому что пациенты становятся более образованными, начинают искать информацию где-то за пределами консультации с врачом. То есть врач перестает занимать такое вот абсолютно лидирующее положение. Ну, появляются какие-то альтернативные специалисты, хилеры, бог его знает что. И, соответственно, я сейчас говорю даже не про российский контекст. Собственно, как вы видите ссылки, это преимущественно даже иностранные работы. Это вот некая такая общая история про современное общество, можно сказать. И доказательная медицина в этом смысле становится новым основанием для профессионального авторитета. Ну, потому что это новое, собственно, научное основание, показывающее людям, почему они должны доверять авторитету врача. Кроме того, это основание для автономии медицинской профессии, потому что у каких-то внешних по отношению к медицине действующих лиц, опять-таки, у страховых компаний, у государства всегда есть соблазн вмешаться в данную сферу, для того чтобы, допустим, снизить расходы на лечение. И доказательная медицина становится аргументом, почему нужно следовать именно тем рекомендациям, почему нужно организовать медицину именно так, как считают врачи. Почему нельзя, например, снижать расходы, потому что вот есть данные исследований. И это охраняет автономию врача в принятии решений. Потому что у врача есть это доказательное знание, а вот условного представителя страховой компании его как бы нет. Но помимо, собственно, медицинской профессии, почему доказательная медицина значима с социальной точки зрения, она также значима для всех акторов не медицинских, но, тем не менее, включенных в сферу здравоохранения. Собственно, для пациентов, для представителей каких-то пациентских организаций НКО, опять-таки, для того же государства, для страховых компаний, для менеджеров. Почему? Ну вот небольшой пункт, потому что, да, доказательная медицина позволяет снизить неравенство доступа к медицине, потому что мы задаем некую базовую, базовый уровень качества, создавая стандарты, рекомендации. Ну и для социологов это как бы супер важная вещь, да, когда мы говорим про социальное неравенство, что если у нас нету как бы основанных на доказательной медицине кайтлайнов, гарантирующих хотя бы минимальный стандарт качества, одинаковый всем, мы предполагаем, что у нас, в общем, как показывают исследования в Америке 80-х, про доказательную медицину, как она там вводилась, там до 30% различия в количестве операций между разными штатами при одном и том же диагнозе, показывает, да, что нам необходимо унифицировать практику, чтобы вот в разных географических локациях у людей с разным уровнем достатка был доступ к услугам, ну, сходного качества, хотя бы вот минимальные базовые. И вторая история, которая, наверное, вообще самая значимая для социологии, для социальных наук, что доказательная медицина создает некую общую рамку для взаимодействия, некую общую систему ценностей, некий общий язык, на котором все вот эти разнообразные акторы, включенные в систему здравоохранения, могут разговариваться. Потому что часто, ну, с социальной точки зрения, в чем сложность медицины, в чем сложность здравоохранения, потому что это поле, где очень много взаимодействия, очень много координации, да, между врачами и пациентами, и даже не то, что между разными врачами, представителями разных специализаций, между врачами и сестринским звеном, между, опять-таки, какими-то проверяющими органами. И, соответственно, каждый из этих действующих лиц приходит с какими-то своими целями, задачами, представлениями о должном и желаниях. И доказательная медицина, да, создает некий инструмент для того, чтобы все эти акторы могли договориться, да, какое решение правильное, какое менее рискованное. В общем, это некий язык, с помощью которого они могут взаимодействовать. Это какой-то язык, где, собственно, медицинское знание может пересечься с потребностями пациента и может одновременно пересечься с, да, опять-таки, необходимостью посчитать, собственно, бюджет и траты на медицинское учреждение. И надо заметить вот по этому пункту, что в этом смысле доказательная медицина все больше становится не только прерогативой врачей, но и неким инструментом, который используют как раз пациентские организации. Вот у меня есть ссылка на статью Балалоны Рабихарисова и коллег, которая посвящена доказательному активизму. То есть когда пациенты начинают использовать доказательные знания, знания доказательной медицины для того, чтобы получить более качественное лечение, получить то лечение, которое им нужно. И даже иногда пациенты используют эти знания, в общем, становясь такими обывателями-экспертами, просто для того, чтобы менять сам принцип проведения клинических исследований. Есть книга Стивена Эйпштейна про как раз ВИЧ-активистов в США, которые сильно повлияли на сам дизайн клинических исследований, ну вот потому что люди хотели выжить и хотели, чтобы исследования проводились таким образом, которые лучше соответствуют прагматике их лечения. Это было, собственно, про доказательную медицину вообще, про доказательную медицину в России. Ну, здесь написано в постсоветском здравоохранении, потому что я опираюсь на работы, которые в том числе изучают Украину, но там с точки зрения организации, социологии, не такая большая разница. Что подчеркивают все эти авторы о том, что в постсоветском контексте доказательная медицина развивается как-то по-другому. Говорится о том, что в доказательной медицины проникает в постсоветский контекст, постсоветское здравоохранение в 90-х годах в рамках интернационализации здравоохранения, но возникают некоторые ограничения для ее применения. Собственно, какие ограничения перечисляют? Соответственно, во-первых, это материальные ограничения, то есть это доступность тех лекарств, тех приборов, оснащения, в общем, тех условий вполне материальных, которые необходимы для того, чтобы применять на практике какие-то новейшие знания. Потом это ограничения, которые связаны с медицинским образованием и с тем, что доказательная медицина предполагает чтение клинических исследований, и статистические данные, способность оценить, как исследование было проведено. И, опять-таки, по мнению авторов, это не совсем то, чем обладали те медицинские профессионалы, с которыми они говорили, что это была скорее история про способность применять стандарты и рекомендации, чем про способность каких-то нюансов математических моделей оценить и понять, насколько действительно вот это исследование было грамотно проведено. Ну и, наконец, третья особенность, я ее так много назвала, про особенности менеджериальной логики. И, опять-таки, когда социологи говорят о российском здравоохранении, в качестве его особенности выделяют значительную роль, возможно, даже доминирование бюрократической логики управления, и, как бы здесь она названа, менеджериальной. И в данном случае опрошенные исследователями врачи подчеркивают, что возникают зазоры между клиническими рекомендациями, которые подготовлены профессиональными сообществами, основанными на свежих, новейших данных клинических исследованиях, собственно, доказательными, и стандартах оказания медицинской помощи, которые, возможно, встают от этих рекомендаций. Ну и повторяющаяся мысль еще про такую, как бы, догоняющую модернизацию, что говорят, что у нас есть зарубежные рекомендации, которые очень новые. Российские рекомендации отстают, ну это я уже даже про свои интервью сейчас говорю, что российские рекомендации часто отстают где-то на год, и потом уже идут стандарты. Соответственно, поскольку стандарт оказания медицинской помощи является обязательным к применению, в общем, часто врачи видят в этом ограничения для применения именно доказательной медицины, ну вот, потому что я выбираю между тем, чтобы следовать обязательным стандартам, или следовать новейшим, но как бы не таким принудительным клиническим рекомендациям, выбор склоняется в пользу стандартов. Но еще, в общем, на основании всего этого авторы приходят к выводу, то, что отличительная особенность доказательной медицины в российском контексте – это то, что она функционирует скорее в качестве риторики, чем в качестве реальной клинической практики, ну вот потому что у нас есть ряд ограничений, которые препятствуют реализации доказательной медицины на практике. Надо заметить, что вот одна из авторов, Анна Гелцер, хотя вот она приходит к такому выводу к статье, которая здесь процитирована, стандарты, которые нестандартны, в своей докторской диссертации она предлагает немного иной взгляд и говорит, что, может быть, нам стоит отказаться от некого вот этого западного представления доказательности, который связан со строгим следованием процедуре медицинских и клинических исследований, а просто внимательнее посмотреть на советский и постсоветский опыт клинических исследований и не предполагать, что у нас есть в принципе какое-то одно универсальное для всех обществ и культур представление доказательной медицины, а подумать, чему нас может научить, собственно, советский опыт для продвижения возможной трансформации нашей парадигмы доказательной медицины. И кажется, это может быть особенно значимо как раз в ситуации эпидемии, потому что как раз советский опыт, по ее мнению, связан с экстренными ситуациями, с тем, что здравоохранение находится в экстренной ситуации, не может вырабатывать все вот эти процедуры, там, не знаю, Вторая мировая война, опять-таки какие-то нехватки, и поэтому доказательная медицина в таком советском варианте больше связана с прагматикой лечения, чем с следованием частоте научных процедур. Вот, это про доказательную медицину в России, но отсюда, переходя к задачам моего исследования, кажется логичным, что если у нас есть некие ограничения для применения, в принципе, доказательности на практике, у нас есть вот этот академический тезис о том, что доказательная медицина функционирует скорее в качестве риторики, интересно посмотреть, ну, в общем, на ту сферу, которая производит доказательная медицина в первую очередь в качестве риторики, а именно на сферу медиа. Как я сказала уже, вот эта часть моего проекта, хотя это у меня вот часть наименьшей степени сейчас проведена, связана с попыткой рассмотреть, собственно, что у нас понимается по доказательной медицине, потому что, да, в литературе, ну, в социологической, по крайней мере, существует масса определений, да, связанных доказательной медицины или, скорее, с клиническими исследованиями, или с образованием, или с клинической практикой, ну, в общем, разнообразные нюансы. И, как я уже сказала, есть какой-то, не знаю, более условно-западный или условно-советский, постсоветский подход к доказательности. То есть, что это такое в действительности, ну, вот на практике, не на уровне определения, а как люди работают. Во-вторых, это история про организационные особенности, популяризации в медицине, то есть, какие ресурсы, барьеры, как это вообще организовано, кто эти люди, что нужно знать для того, чтобы считаться экспертом, необходимо ли быть для этого врачом, может быть, кто-то считает, что, наоборот, врачи медицинские образования мешают быть хорошим популяризатором. Соответственно, это вот тот круг вопросов, которые я сейчас исследую, опять-таки, методология, это полуструктурированное интервью с создателями, участниками российских медиапроектов, посвященных доказательной медицине. В целом, хочу как-то обрисовать ландшафт данных проектов и, опять-таки, понять, как каждый из них понимает доказательность и как вообще живет в этом сложном контексте. Но, вот как я уже сказала, по данному проекту у меня проведено на настоящий момент буквально всего ничего, пять интервью, то есть это скорее пилотажное, и вот я так присматриваюсь к полю, поэтому то, о чем я буду сегодня говорить, это основано на материалах вот этого проекта, да, да, пяти интервью, и еще двадцать шесть интервью с врачами-терапевтами, которые я проводила в 2018 году, и как раз пыталась выяснить, как врачи, собственно, принимают решения, как они ориентируются на статьи, стандарты, клинические рекомендации, менее авторитетных коллег, как это все источники информации сходятся в какую-то точку в решении по поводу здоровья пациента и что предпринять. И потом еще пул интервью, который мы проводили с коллегами весной этого года, это около пятидесяти интервью с медицинскими работниками, посвященные тому, как они переживают ситуацию эпидемии. И там был блок вопросов, опять-таки посвященный доказательной медицине, и вот, опять же, как принимаются решения в свете рекомендаций, статей, чего-то именно в условиях эпидемии. Поскольку та часть, которая про врачей, она очень чувствительная, люди часто говорят о каких-то неформальных практиках, я просто, сейчас я говорю, я не указываю какие-либо данные в презентации, а с другой стороны, да, ИПРО тоже не указываю... Ой, извините, кажется, я переключила, да. Вот, и, в общем, да, я просто не даю детальные ссылки на то, кто именно эти люди, да, врачи какой специализации, из какого города, какого возраста, это, ну, вот просто, чтобы максимально, насколько возможно, сохранить анонимность. Я уже перебираю со временем, попробую быстро сказать. Поро доказательным... Я буду следовать логике, в общем, трех управленческих логик, которые в основном выделяются в здравоохранении. Это бюрократическая логика, рыночная логика и, собственно, профессиональная логика, да. И буду рассказывать, как парадигмы доказательной медицины связаны с этими логиками для врачей и для журналистов. Соответственно, если мы говорим о стандартах и о доказательной медицине, то, да, врачи подчеркивают то, что часто в интервью подчеркивают то, что стандарты ограничивают их возможность применения именно новейших доказательных знаний, потому что новейшие доказательные знания часто содержатся не в стандартах, а в каких-то статьях или клиничных рекомендациях, изданных даже нероссийскими сообществами. Соответственно, они нелегитимны для применения в российском здравоохранении. А российские стандарты часто ассоциируются с менеджериальной логикой и с тем, что, собственно, необходимо заполнять и выполнять. При этом врачи часто отмечают, что, когда они стремятся быть доказательными, они следуют таким, не знаю, неформальным практикам и все равно как бы руководствуются в своей практике доказательными теми стандартами, которые они считают соответствующими в большей степени принципам доказательности, даже если это, допустим, какие-то американские клинические рекомендации, которые у нас еще не признаны. И, соответственно, с точки зрения медицинских журналистов, опять-таки, мы видим ту же самую некую проблемную ситуацию между стандартами и доказательной медициной. Но уже на рынке, конечно, есть свои стандарты, которым они должны следовать, про ту информацию, которую они должны публиковать. Но надо заметить, что они тоже оказываются ограничены способностью врачей говорить о доказательности. Потому что когда врачи просят интервью и просят, допустим, высказать какое-то мнение о степени доказательности того или иного лечения, врачи в формальной коммуникации, в публичной коммуникации стараются говорить то, что соответствует стандартам и то, что находится в легальном, легитимном поле в России, хотя при этом они могут в действительности знать, что есть какие-то более новейшие доказательные данные. К доказательной медицине и рынке есть несколько сложных отношений. Это история про консюмеризм, это как раз история про то, что у нас появляются новые требовательные пациенты. И, с одной стороны, это плохо для врачей, потому что, как видно из этой цитаты, эти пациенты, но это вызов врачебному авторитету, когда пациент идет в интернет и что-то вычитывает, и приходит, ему кажется, или кажется, что он знает лучше, чем врачи. Но, с другой стороны, врач здесь отмечает, что это и такой двигатель врачу для того, чтобы развиваться и становиться более доказательным, потому что это сподвигает что-то новое узнавать. Кроме того, маркетизация создает некое пространство, где, собственно, возможно, более доказательная медицина, просто менее скованная рамками стандартов ОМС. Там у медиков есть больше возможностей, у пациентов есть часто больше возможностей позволить и попробовать себе какое-то дорогостоящее лечение. Ну, это, в общем, история про социальный класс, но для врачей это, в том числе, история про профессионализм, про возможность быть более доказательным и более профессиональным в этом смысле. А для медицинских журналистов ситуация похожая, потому что, да, здесь тоже, в общем, появление вот этих новых требовательных пациентов, собственно, создает их аудиторию, да, люди, которые готовы слушать и читать про доказательную медицину в медиа, но и, с другой стороны, как раз появление каких-то компаний, в общем, частных клиник, которые заинтересованы в том, чтобы продвигать свои интересы, создает, ну, в общем, финансовые условия, часто для развития каких-то медиапроектов доказательных. Ну, то есть там есть, конечно, еще вопросы про этику и что в результате, да, насколько эти проекты отражают интересы заканчивчиков, насколько они отражают доказательности и вопрос про баланс. Но, в целом, да, это тоже история про некие институциональные условия, про то, как вот эта маркетизация, развитие рыночной логики позволяет развивать доказательность, ну, вот как бы и в медицине, и в журналистике в данном случае. Наконец, доказательная медицина и солидарность, ну, это про профессиональную логику. Собственно, здесь, как я уже сказала в начале, для социолога самое важное доказательное в медицине, то, что она создает основания для солидарности. Солидарности, в том числе, внутри медицинской профессии, да, потому что когда врачи разделяют одни и те же представления о должном, о правильном, настоящем научном знании, это залог солидарности. Что беспокоит вот тех врачей, с которыми я говорил о многих, это профессиональные ассоциации, которые, опять-таки, были бы в большей степени основаны на ориентированной доказательность, а не на исполнение какой-то бюрократической логики. Ну, вот часто повторяющаяся тема, что врачи опасаются, что если в случае какой-то ошибки они столкнутся с легальными последствиями, будут разбираться не то, в какой степени их действия и основывались, да, на новейших клинических каких-то данных, исследованиях, а насколько они соответствовали бюрократическим стандартам. И, в общем, за этим, да, действительно есть слабость профессиональной ассоциации, потому что сильная профессиональная ассоциация, она как раз отстаивает качество помощи, возможно, даже вот в дебате с какими-то бюрократическими требованиями, ну, в конечном итоге, в общем, пособствуются изменению этим требованиям. Если мы говорим про медицинских журналистов здесь, то это тоже, в общем, история про солидарность, про то, что, в общем, свою миссию медицинские журналисты, ну, я называю медицинские журналисты, на самом деле здесь и лекторы, и здесь широкий пул медиапроектов, я выбрал такое название, они также говорят о доказательной медицине, о том, что они транслируют доказательную медицину для того, чтобы именно создать этот общий язык, общий язык для разговора, как бы, и между журналистами, работающими в данной теме, и между журналистами, и профессионалами, медиками, и пациентами, и они подчеркивают, что это особенно важно, когда у нас междисциплинарный подход, и когда принцип доказательности позволяет, как бы, объединить людей, которые, да, связаны с медициной, но они могут быть разных специальностей, да, не знаю, техники и, собственно, врачи, и вот это некие общие ценности, которые могли бы всех объединить. Собственно, как следовать принципам доказательной медицины, это даже, да, наверное, скорее не про дискуссию, а про вообще условия и возможность говорить о доказательной медицине и как-то ее практиковать, как в медиа, так и в врачебной практике, да, несмотря на какие-то ограничения, которые налагаются, да, не медицинскими логиками, там профессиональной, бюрократической или рыночной. Соответственно, парадоксальным образом кажется, что здесь очень похожие практики и выходы и выводы для медицинских профессионалов и для журналистов. То есть в той ситуации, когда у нас сильно ограничено, ну, судя по интервью, да, насколько я могу, поскольку это не статистические данные, я не могу померить, но судя по интервью, люди проблематизируют, что у нас ограничено применение доказательности. Бюрократической логикой выходом становится, с одной стороны, подчерпывание знаний из каких-то новейших международных источников и баз данных, и мне кажется, это важно для профессии, потому что профессия становится именно международной, не замыкается, в общем, себе в национальном контексте. А с другой стороны, это история про опытное знание, которым делятся врачи между собой, создавая какие-то локальные сообщества, не знаю, переводя вместе новейшие иностранные гайдлайны, проводя какие-то неформальные семинары. И, собственно, у журналистов тоже эта история про сообщество, про коммуникацию, про поиск экспертов с опорой на НКО. И да, в целом, я бы сказала, в том и том случае, это вот такой рецепт про новейшие иностранные знания, с одной стороны, да, и с другой стороны, неформальные практики, связанные с развитием сотрудничества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok